Приветствую всех, дорогие друзья! И мы разбираем Слово Божие, потому что сегодня мы смотрим в Библию передача «Жертва, меняющая жизнь». Аллилуйя! Нам не нужны жертвы, которые сегодня не влияют на нашу жизнь. Нам не нужно что-то делать, друзья. Знаете, есть понятие «грешные дела», а есть понятие, о которых говорит Писание «мертвые дела». И вот «мертвые дела» — это когда ты что-то делаешь, но за этим нет Бога. Все должно начинаться с того, что за этим должен стоять Бог. И когда ты читаешь 15 главу книги Бытия, то ты видишь, что происходило именно в то время с Авраамом. В 14 главе он мелхиседеку дает десятину, он отказывается от подачи царя Содомского. В 15 главе, говорится, после всех происшествий, и Бог дает ему обетование о великой награде. Но Авраам, он говорит, у меня нет детей. У меня нет детей. У Бога был свой план, поэтому он уже все знал наперед. Но Авраам страдал. И вот очень интересный момент. Я хочу, чтобы вы со мной вместе прочитали. Аллилуйя! Пятый стих. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу. И он вменил ему это в праведность. Авраам поверил Господу. Вы знаете, что этот стих, 6 стих, он стал основой всей Библии. Он стал основой на небе и на земле. Потому что утверждена была вера и праведность через веру. И мы, дети Авраама, он говорит, поверил Господу. Когда Бог что-то говорит в твою жизнь, ты должен поверить Ему. Посмотрите дальше. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал, владыка Господь, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Здесь мы увидим разговор уже не за детей, а за землю. И когда вы видите, у Авраама, у него было два разговора всегда. За потомков и за землю. Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голуба. Я прошу вашего внимания. Посмотрите, Господь сказал ему. То есть не сам Авраам, он просто взял и что захотел, то и принес. Нет. Говорится, что Бог ему сказал, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Мне интересно, да, почему трехлетнего? Это один Бог знает. Мы не понимаем, почему, но когда мы хотим увидеть проявление Бога в нашей жизни, то мы не все должны понимать. Бог не призвал нас все понимать, но Бог призвал нас быть послушными Ему. Бог не призвал нас все разуметь, но Бог призвал нас следовать за Ним и делать то, что Он говорит. И вот, слушайте дальше, 10 стих. Он взял их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Вот здесь я прошу вашего внимания. Мы должны с вами сейчас увидеть, как Бог мощно действует. Вообще, когда происходит именно борьба, борьба за жертву. И вот говорится, и налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Хищные, то есть хищные, хищники, которые хотят украсть жертву, которые хотят украсть то, что принадлежит тебе, чтобы ты это принес Господу. Нет, они налетают. Это мысли, это люди, это влияние, это обстоятельства. Налетели на трупы хищные птицы. Но Авраам, смотрите, атака всегда будет на твою жертву. Если ты хочешь принести жертву, на которую придет Бог, если ты хочешь увидеть, как Бог изменит твою жизнь, как Он изменил жизнь Авраама, ты должен понимать, что обязательно сатана будет атаковать. И хищные птицы налетят. Налетят. И налетели на трупы хищные птицы. Вы только представьте эту картину, когда все это разложено, и вдруг откуда-то начинают лететь птицы. И они летят со всех сторон. И Авраам не может понять, откуда они взялись, хищные птицы. Именно хищные, они пытаются забрать эту жертву. И вот я вам хочу сказать, знаете, моменты, когда я видел, как у людей бывало, я видел, как в моей жизни бывало, сейчас помазание пришло. Вау, когда я говорю, сейчас помазание пришло. Когда я вот приношу жертву, и тут случается что-то. Только я решил принести жертву, и тут какая-то неприятность. Разбил машину. Им нужны деньги. Им нужно их взять, срочно закрыть этот вопрос. И вот здесь, это и есть хищная птица, которая хочет украсть жертву. Теперь, понимаете, в этот момент нельзя прикасаться. И вот Авраам написано, отгонял их. То есть твоя задача отгонять, отгонять, отгонять. Не дать никаким хищным птицам украсть у тебя жертву. Теперь посмотрите дальше. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. При захождении солнца крепкий сон напал. Слово, внимание, я прошу вашего внимания. Сон напал. Сон напал на Авраама. Это вообще удивительно. Крепкий сон напал на Авраама. Вот он отгоняет этих птиц, отбился, все, защитил. Но тут вдруг на него нападает сон, напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И вот напал на него, опять слово второй раз, напал, ужас и мрак великий. Я вспоминаю, как я жертвовал свой первый Мерседес. Вы знаете, все было нормально. И у меня не было какой-то даже там борьбы или чего-то еще. Но вот в тот момент, когда мы собрались ехать, за полчаса до выезда, я был в комнате. И вдруг ко мне начали приходить мысли. На меня реально напал какой-то мрак и ужас. Ко мне начали приходить мысли, ты глупец. И я вам скажу, вот так как было, ты дурак, ты дурак. В мыслях у меня, ты дурак. Ты отдашь этот автомобиль. Этот автомобиль, это целое состояние. Ты никогда в своей жизни вообще не будешь больше иметь такого автомобиля. Это такое чудо Бог сделал, что Он дал тебе этот автомобиль. Но теперь ты останешься без Него. И Он будет ездить на этом автомобиле. А ты останешься глупцом, дураком. И у меня в мыслях, представьте, ужас, мрак великий. Вот так вот просто напал на меня. И вот так вот, ты дурак, ты дурак, ты дурак. И я помню, как я боролся с этим, и у меня уже не было сил. И я вспоминаю этот момент. Знаете, я уже так вот просто встал, помню, поднял голову потолку. Так вот и говорю, Бог, я хочу быть дураком. Я уже признал, что я дурак. Меня как будто бы эти бесы убедили. Я говорю, я хочу быть дураком, который тебе поверил. Я хочу быть дураком, который тебе поверил. Вот у меня такое просто решение было, что хорошо, я буду дураком. Но который поверил Богу, я хочу быть этим дураком. Это мой выбор. И я как освободился. И я, помню, поехал и пожертвовал этот автомобиль. Я хочу вам сказать, что когда мы действуем в жертве, мы действуем так, как нам говорит Господь, как нас учит Писание, мы всегда будем видеть успех. Не жертвуйте так, чтобы это было просто, как будто бы я попробую. Жертвуйте всегда, зная на 100%, что вы делаете правильно. Дальше мы продолжим разбирать, и мы увидим в 15 главе, что сделал Бог. А сейчас я благословляю вас. Пусть мир Божий пребудет с вами. И любовь Божия. Эмэн. До встречи.